Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему второму заказу по четвертому каталогу за 2016 год. В первую очередь я хочу передать привет ребятам, что регистрируются только для того, чтобы оставить у меня под видео супер остроумный комментарий. Вы меня очень радуете, вызываете смех и вообще очень много положительных эмоций. Привет! А еще тем подписчикам, которые подписываются на мой канал, только для того, чтобы тоже задать в комментариях какой-нибудь супер остроумный вопрос, который в принципе или как-то не связан с видео, или наоборот связан, но такой каверсный, где они пытаются меня как-то унизить или еще что-то такое обидеть. Вы меня очень-очень радуете и всегда мне заставляете кучу смайлов. В общем, привет! Я рада! Подписывайтесь и пишите вот такие комменты. Хотя я думаю, что после этого видео, наверное, от меня отпишется человек 20. Ну да, благословит вас Аллах. В общем, перехожу к своему заказу. Заказ это я делала тогда про запас. Мой последний обзор по первому заказу, по четвертому каталогу был. И там я говорила, что тогда немножко разочаровалась в Эвен, ну и сделала такой вот наспех заказ. Всяких таких про запас продуктов. Ну, получилось, что у меня там был еще один клиент, выявился. Если будет хорошо идти дело, то, значит, я продолжаю сотрудничество с Эйвеном. А если нет, ну, значит, по следующий мой заказ будет по третьему каталогу, параллельно к пятому. По пятому я ничего не буду заказывать, мне каталог совершенно не понравился. Я даже не стала показывать девчонку своим. А то вот будет или последний заказ это, или еще что-то продолжаться. Начну я, пожалуй, обзор с своих товаров, которые я купила на бонусы. Это вот, было их три продукта. Это пена про запас. Пионы, гранат. Я на днях ее буквально вчера открыла, очень вкусно пахло. Это у меня вот второй уже тюбик будет. И с одного колпачка была довольно приличная пена. Я думаю, что, в принципе, ее надолго хватит. Я не буду больше шиковать и выливать два-три колпачка, потому что, в принципе, пены становится очень много. Очень классная пена. Вот такие серии. Пена этой серии очень мне нравится. Давно мне нравится она. И я вам ее советую. Так же, как у Аленки. Там было в каком-то ее обзоре, по-моему, последнем. Тоже она советовала такую пену для вам. Ну, не именно такую, но вот именно в таких тюбиках. Очень классная. Кожа от нее нежная. Я вчера принимала пену, точнее, ванну с пеной и солью. Соль, правда, не ивановская. Ну, тоже неплохо было в сочетании. И кожа была нежная и мягкая после принятия ванной. Вообще, очень вкусный такой аромат. Тут и действительно пахнет и гранатом, и пионом. Очень нежненькая такая. И клевенькая. Я ее вам очень советую. Досталась она мне за 25 бонусов. Или же, переведя на рубли, уже за 5 рублей. Раньше она была по рублю. Потом я себе заказала эту маску для лица с оливкой. Тут, кстати, у меня на обороте там наклеена бумажечка такая, как сейчас у нас после этих всяких санкций на продукты. Бывает наклеечка шоколадка, допустим, из Франции. Но наклеена нет. Она сделана в России. То все. На этот раз она тоже тут вроде как... Нет, ну сделана уже не в России. Это импортер из Польши. Райское увлажнение. Маска для лица с маслом оливы. Способ нанесения равномерно. Распределите средства. Бла-бла-бла. По коже лица на 20 минут. Смойте водой. В общем, я ее попробую. У меня там еще есть пара масок. Одна с какао, другая, кажется, с маслом ши. И вот это вот. Вот в запасе как лежать. Еще один вот такой скраб. Я его тоже уже опять беру по баллам. Тут 200 миллилитров. Тут я еще не пробовала. Он у меня стоит. Даже не открывала шоколадный. На удовольствие скраб для тела. Серия Naturals. Вот я его, кстати, открыла. Он такой там ближе к розовому. Похож вот если, допустим, какао добавить в мороженку. И долго-долго размешивать. Или какао положить в овсянку. Это я вам говорю, свои вкусы. И пахнет, кстати, вкусненько. Ну, не сказать, что шоколадом. Но чем-то таким вкусненьким. Может быть действительно как шоколад, если засунуть в мороженку. Не пробовала такой скраб. Но надеюсь, он мне понравится. Теперь я перехожу непосредственно к своему заказу. Это чисто мой заказ. Посылка была огромная. Я ее на почте распаковала. И рассувала, так сказать, по пакетикам. Потом еще будет маленькая рекламка моей сумочки. Не ивановской. В общем, я заказала снова еще вот эти две пены. Презапас теперь у меня их будет пять. Таких флакончиков. Ну, немножко открыто. И еще четыре. Это малина и орхидея. Пена для ванн 250 мл. Пахнет она и малиной, и орхидеей. И вообще чем-то таким сладким, вкусным. Хочется это скушать. И она до сих пор напоминает красное вино. Какой-нибудь Инкерман. Или Алазанскую долину. Так. Еще я заказала себе очищающий скраб для лица. Огурец из чайного дерева. Even Naturals. Серия для лица. 75 мл. Вообще, мне просто нужен был скраб какой-нибудь. Ну, и я хотела что-нибудь такое в Эйвоне попробовать. Тот скраб, который из Планета Спау, он мне не очень понравился. Потом я в пустых баночках про него расскажу. Что тут у нас? Ну, пока не знаю, что сказать. Но вот он выдавливается такой густенький. Попробую. Но что-то у меня уже такое подозрение, что эйвоновские скрабы для лица, наверное, это не мое. Но будем надеяться на лучшее. Так. Еще я по акции 3 геля за 259. Это детский. Я заказала тут. В общем, у нас детский гель для душа и пена для ван от клубничный вихрь. Я такой дарила своему племяннику, кажется, на Новый год. Не знаю, его еще в восторге. Но вообще... Но пахнет очень вкусно клубничным вареньем. Такое розовенькое. Судя по крышечке. Это у нас тоже еще оранжевое настроение. Гель для душа. Пена для ван. Я не помню. По-моему, у меня уже все-таки второй будет. Да, и он тоже непонятно чем пахнет. Точнее, я не чувствую запах. Да, кстати, на мне сейчас помада из пробника из прошлого обзора. Вот это вот. Которая якобы рыжая. Но она такая ближе к коричневому. И чуть-чуть так с блестками, мне кажется. Бронз. Бронз что-то там. Так, ну и, конечно, еще одна вишенка про запас. Куда уж без нее. Я ее даже открывать не буду, потому что она пахнет вишенкой. И по цвету она классная. И вообще суперская такая детская серия. Мне очень нравится. Так, еще у меня. Вот я его хотела. Вообще, наверное, каталога два. И все-таки я его заказала. Это Эвенке. Розовый засмин. Лоснион для тела. С ароматом засмина и витамином Е. Влажняющий для нормальной сухой кожи 400 мл. Так как крем для рук мне пришел несколько раньше, чем вот это я получила. Потому что я заказывала практически с разницей в день. И крем для рук по запаху мне не очень понравился. Ну, не совсем то, что я ожидала. Ой. Вот он на меня плюнул. Вот он такой белый. Даже сводь получится сделать. Он сам просится так. Сделай, говорит, Лёля, сводь за меня. Вообще, хороший такой лосьон. Я давно лосьонами ивановскими не пользовалась. Но помню, раньше они мне очень нравились. Быстро впитывается. Вообще, похож на тот крем для рук. Но менее такой... Ну, остается что-то такое. Мне кажется, вот что-то тут блестит. Правда, я не знаю, от помады это у меня осталось. Или от него от самого. Ну, в общем, интересный такой. Я думаю, он мне понравится. Потом про него в пустых баночках когда-нибудь расскажу, когда заюзаю. Так, еще одна пена для ванны. То мне вот было три... За не помню сколько. Какой-то там такой набор. У Аленки, по-моему, таких три пены было. Я потом только поняла, после обзора Аленки, что можно, наверное, было заказать три просто одинаковых продукта. По цене какой-то там. Тоже, по-моему, 259. Не буду врать, потому что каталог я уже утилизировала. Это сочная манго, но не все эти такие вот пены. Так, вот теперь рука не открывает. Зафольгированные. Да, у меня она прокручивает, и, видать, из-за лосьона она не открывает. Ну, насколько я помню, не все зафольгированные. Даже открывать не было. Вот такая пена. Так, с еще большой гель Haven Senses. Я помню, что я жалуюсь на их немылкость для меня, но мне хочется его в этот раз заюзать, как пену для ванны. Потому что голубая лагуна, гель с грушей, я его наполовину использовала в ванну, и оно дало на удивление хорошую пену. Хотя мылилась хреново. Увлажняющий гель для душа, райский сад. 500 мл. Так, и вот этот шампунь. Шампунь для тонких волос. Максимальный объем 400 мл. Так, Advantes Techniques. Или что-то в этом роде. Первый раз вообще читаю, сколько раз на нее смотрю. Мне когда вообще не прочитывала, даже мысленно. Так сказать, глазками. С коллагеном. Уход без утяжеления. Шампунь для тонких волос. Ну вот попробую на днях. У меня как раз заканчивается шампунь Гринмамовский с вишенкой. Так, кстати, надо хоть понюхать что ли для разнообразия. Тут вон пузырик вылазит. В чем-то таким приятным. Шампуньевым. Так, еще заказала про запас два геля из Natural серии. Для тела. Вот эти Natural гели мне очень понравились. Потому, я их про запасу взяла. 200 миллилитров. Это цветущая сакура. Теперь у меня три таких гелика. Я его пока еще не мылила. Сейчас я вообще пользуюсь Евражевским от Чайного дерева из серии Утро в саду. Так, ну они все похожи по Чайное дерево. Это без разницы какая фирма, как я поняла. А это Роза и Персик. Девочка, которая у меня в ВКонтакте в друзьях. Она здесь не подписана, по-моему. У нее даже нет аккаунта. Аня, если ты меня смотришь, привет тебе. Вот она мне как раз это советовала. Когда она советовала, говорит, вот тебе Роза нравится. Ну, она, конечно, не говорила, а писала в ВКонтакте. Но я что-то тогда подумала, вот Роза с Персиком. Я люблю просто Розу. А тут решила про запас ее заказать. Не знаю, понравится ли нет. Гель для душа, освежающий, 200 мл Розы и Персик. Так. И, кстати, не зря заказала. Он действительно пахнет Розой, Перски. Я там не чую. Ну, уж, конечно, он там есть. Но пахнет он именно Розой. Так, а еще заказала про запас 3 шампуня. Два одинаковых. Это шампунь для волос фитоукрепления Крапива и Лопух. Вообще, мне его брали девчонки в заказ. Подобные шампуни из этой серии. Ну, раньше мне очень нравился. И был, кажется, шампунь с цветами сакуры. Давно-давно в Эйвен. И мне вообще нравились раньше эти шампуни. Не знаю, как сейчас изменилось ли что в качестве. Но вот я решила заказать. Я вообще долго думала, что же подойдет для моих тонких, жирных волос. Потому что раньше в каталогах Эйвен писали там для жирных, для тонких, для еще чего-то. А теперь практически все подряд. Так, вот тут у нас Крапива и Лопух. Вообще, сочетанию не должны очень хорошо для жирных волос быть. Тут тоже очередной пузырик. Почти ничем не пахнет. И еще я заказала уже просто по сочетанию вербена перечная мята. Кажется, подобное сочетание или что-то такое, но с мятой точно было в Гринмаме. В шампунях, которые у них там есть серия такая, Прованс, кажется, подороже, чем обычные. Но мне они не очень понравились, потому что были густые. Ну, может быть, и промывали, но у меня было очень много шампуня на руки, чтобы образовалась хоть какая-то пена. Тут 250 миллилитров. Безупречная чистота. Я подозреваю, что он все-таки, наверное, тоже для жирных волос. Вот такой вот шампунь. Вот здесь уже как-то более что-то чуется. Ну, не совсем мята, но, возможно, вербена с мятой именно так и пахнут в сочетании. Так, еще я взяла себе уже в прошлый раз это было Валерки из Питера, который, наверное, я думаю, он все-таки принял мой совет и сам где-нибудь там ищет. Потому что как-то напряжно все-таки получать кому-то. Я не знаю, мне там, в принципе, не напряг. Я люблю посылки посылать, отправлять. Но если человек заказывает, ждет непонятно сколько, потом еще ждет, когда это от Углича до Питера дойдет. В общем, крем для рук, ступней, локтей с маслом, африканского дерева, что не превзойденное питание. В этот раз он сделан в России. И тут все вполне по-русски. Я его вскрыла. Сегодня, когда ждала, когда же от меня соседка свалит, чтобы я смогла нормально записать обзор без всяких лишних воплей. Тут 75 миллилитров. В общем, я его вскрыла. Он такой, ну, не знаю, консистенции. Мне кажется, он все-таки, если в таких баночках, то более такой жидкий. Хотя, в принципе, крем он, ну, такой кремово-жидкий, мне кажется, все-таки для меня. Он больше напоминает какое-то молочко, затем, или лосьон. Но вот так он, если намазывать на кожу, то он как-то более густой. Даже не знаю, как по консистенции это выразится, чтобы понятно было, густой или жидкий. Более плотный даже, вот как. Не знаю, крем, вроде как крем. Пахнет чем-то непонятным. И последнее, что я заказала, это был пробник воды, который я все хотела купить, но у меня все как-то думало, закажу, а вдруг не то. Я все-таки решила заказать пробник. Это вода Амур. Я ее сейчас уже не вскрою по ходу дела. Намазалась всяким всем подряд. Но я его вскрывала до этого. Нюхала и даже записала себе, чтобы не забыть, если вдруг что, на такой вот форс-мажор с кремами и руками. В общем, оно мне напоминало. Тут чувствуется и ванилька, еще чувствуются какие-то цитрусы. Цитрусы вместе, причем такие сладкие. В общем, я, наверное, такие духи все-таки закажу. Не помню, есть ли они в третьем каталоге. Не все попадались в наборе, но у меня все что-то как-то душила жаба. А теперь по той же цене, как набор, идут одни духи. Крайне мере, в каком-то каталоге я их видела. Так, вот такой обзор. Ну и я еще обещала сумку. В общем, получается так, что буду я где-то ближе к концу февраля путешествовать. Маленькое-маленькое путешествие. И мне не хочется с собой тащить сумку на колесиках, чтобы сдавать ее в багаж и потом ждать. Так как я еду одна все-таки, хоть там экскурсии и все это группой набираются. Но получается, как обычно, а Леля куда-то собралась, и никто не уговаривается. Я даже особо никого не уговаривала. Еду я в Калининград. У меня там подруга Саша Житова. Кстати, ты меня все-таки посмотришь когда-нибудь это видео, тебе привет, Саша. Ну и, соответственно, убиваю двух зайцев. В первой половине дня у меня планируется общение с Сашей. А в второй половине дня у меня уже будут экскурсии на два с половиной дня, с 21 по 23. Ну и потом обратно через Москву в Углич. И купила я себе сумку, чтобы там все было по минимуму, сумка из Медведкова. Вообще тут очень много кармашков. Это сумка, сумка-рюкзак такая. Можно за ручку потащить, можно на плечика повесить, а можно сделать рюкзачком. И тут, значит, у нас сколько кармашков. Вот здесь кармашек, вот здесь кармашек. По бокам одинаковые кармашки. Это уже четыре штуки получаются. Соответственно, само большое отделение. Не знаю, вот ли тут все это видно. Потом кармашек под телефон и кармашек под всякую мелочь. Это вот так вот. Это уже шесть кармашков, не считая большое отделение. И еще один, две таких нашитых. Два на змеичке. И один просто. В общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вместе с большим отделением десять кармашков. Вот такая сумка. Сама она стоила где-то 1463 рубля, кажется. Да, вот. У меня тут еще бирочка осталась. Но у меня была общая с нашей Машкой карта. Мне ее, кстати, поменяли в этот раз скидочной. Раньше там была 10% скидка на сумки Медведкова и аксессуары некоторые. Теперь это 10% плюс накопительная еще на карта. Но пока у меня была 10% скидка. Обошлась мне сумка в 1317. В принципе, пустячок и приятно. Вот такие вот дела. Ну и на этом, наверное, все. Если вам было интересно, то я рада. Можете писать комментарии, ставить пальчик туда-сюда. Да, даже когда ставят вниз, мне так прикольно, так кто-то посмотрел, сколько-то там секунд, и поставил вниз. Значит, чем-то оно зацепило. Потому что однажды мне один товарищ сказал, правда, относительно литературы это было. И было немножко, уж не буду я в камеру-то говорить прямым текстом. Ну, в общем, если вас полили грязью, то это радуйтесь. Потому что есть какая-то вещь, кто-то ее видит. Ну, допустим, те же стихи там, кто-то увидел стихи там какие-то ваши, ну, допустим, мои. И они, ну, никак. Если молчат люди, значит, не зацепило. А если зацепило, то будут два варианта. Или вам дифирамбят, или вас вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, и на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока.